Запах свежей типографической краски, белоснежная бумага с еще плотно прижатыми друг к другу листами и яркие иллюстрации. Сотрудница областной научной библиотеки Ирина Шаляева держит в руках уникальный экземпляр. Здание «Вышитая карта России» представляет собой полиграфическое воплощение уникального полотна «Вышитой карты России», которое было реализовано в 2021 году чувашскими мастерицами. Началось это все с того, что они в свой традиционный праздник вышли карту «Чуваши». И настолько им это понравилось, что они решили продолжить свою работу и создать вышитую карту всей нашей страны. Вышитая карта – полотно весом 50 килограммов и размером 3 на 7 метров. Кусочек за кусочком его кропотливо создавали мастерицы со всей России. В книге приведены 82 фрагмента карты и столько же панно с характерными узорами каждого региона. Халилы и Курильские острова изображены и раскрашены в цветах, которые отражают нашу уникальную природу. То есть леса, моря, омывающие наши острова. А здесь изображен традиционный нивский орнамент – волна. Воплощение страны в нитках – всероссийская акция. На Сахалине ее поддержало Министерство культуры и архивного дела. Почти сразу же за работу взялись три островных мастерицы. Вышивали мы традиционными нитками, то есть мулине, и традиционные орнаменты наши нивские. То есть мы сперва выкладывали это на кальку, орнамент сам, и потом с кальки выкладывали на ткань. Потом обводили это все и переводили на ткань. Было, конечно, тяжело, потому что ткань, мы обычно вышиваем на габардине, на нем проще вышивать. А вот на конве было тяжело вышивать. Если чисто, лично для меня. Потому что там небольшие дырочки в конве, и иголка, получается, с трудом через ткань проходила. По воспоминаниям сотрудников Центра творчества, только они завершили работу над полотном, как их пригласили на презентацию карты в Москве. 12 декабря состоялась презентация в театре песни и танца Надежды Бабкиной. Саму презентацию вела Анна Шатилова, легендарная народная артистка Советского Союза. И эта акция, эта презентация объединила всех мастеров. Очень-очень много мастеров с нашей необъятной страны приехали туда. Сахалинскую область представила я и Ольга Садинова, которая вышивала Сахалин. Вышитая карта России хранится в Чувашском национальном музее. Вполне возможно, в будущем полотно задействуют в передвижных выставках. Но пока сахалинцы могут изучить карту по книге. Одноименное издание совсем скоро поступит в Краеведческий зал научной библиотеки. Правда, только в единственном экземпляре. Редактор субтитров А.Семкин